Друзья, всех приветствую! С вами Джорджи, это рубрика премьера и сегодня мы узнаем как снимался фильм «Честный развод». Итак, поехали! Как вы считаете, что сейчас может удивить зрителя, который хочет посмотреть отечественные фильмы? Я считаю, что отечественного зрителя может удивить мое появление в кадре. Чтобы наши режиссеры не брали какие-то уже такие прилизанные темы, которые уже у всех на виду, а чтобы больше было уникальных сценариев и больше, конечно же, талантливых актеров. Можно удивить не только экшеном и визуалом, но и знакомой нам всегда ситуацией, это неловкость, это комедия положений, что, собственно, этот фильм, наверное, и отражает. Сейчас, конечно, зрители очень осмотрены и мы соревнуемся со всем миром, поэтому, ну, но все равно наше кино, оно по-своему уникальное, какие-то родные лица, родные места. Я думаю, что главное быть честным, честным и делать хорошее, качественное кино, и зрители будут. Я думаю, наличие мата в кино можно привлечь, наличие тем, о которых нельзя говорить, но многие думают. Мне кажется, сейчас этот инструмент достаточно прост, просто его нужно использовать ювелирненько. Удивить можно хорошим, простым фильмом, простой, хорошей, настоящей, доброй, человечной историей. Потому что уже все понаворотили столько всего в кино, что уже прям ты удивляешься, когда фильм просто фильм. Друзья, подписывайтесь на наш ютуб-канал до 17 и старше. Оставляйте свои комментарии, обязательно, они нам очень важны. А также ставьте лайки и пишите, кого вы хотите видеть следующим гостем в нашей студии. Как проходила работа над фильмом? Какие были интересные моменты? Смешные? Что запомнилось? Конечно, съемки фильма это всегда очень какие-то неперевинные ситуации, какие-то форс-мажоры, но в целом атмосфера была потрясающей. Как-то съемки прошли довольно быстро и, ну, довольно весело. Ты просто берешь актеров, переносишь в нашу реальность и все. А нет, давай подеремся. Я получала удовольствие от съемок и от работы с Александром Робоком. Он потрясающий партнер, жалко, что он сегодня не пришел. Но я надеюсь, что всем зрителям очень понравится фильм. Мы реально старались. Мы кучу шуток придумывали сами. Я помню, что я волновалась, прям думала, как бы мне это все сыграть. Не типа я зажим, а вот как-то раскованно. Это топ-3 фильма, вот у вас, у вас. Значит, Ирония судьбы, Новый год, Бумажный дом и фильм Третий акт. Колумбиано, Леон, Влюбись в меня, если осмельчишься. Выйдет крутецкий фильм через полгода с моим участием. Называется «Добро пожаловать в семью». Давайте это будет дело Калини, исчезнувшая. Любовь и цех болезней. Это прекрасная комедия, которую как раз сейчас в эти выходные можно посмотреть. Мистер Миссис Смит, Мост в терабитию. И помогай. И ну давай начало. Я обожаю сериал «Друзья». Не фильм, а сериал. Я его знаю практически наизусть. И я его пересматриваю по семь раз за год, мне кажется. Каждый раз, когда у меня плохое настроение, я включаю друзей. Привет, мой друг. У меня для тебя отличная новость. Если ты талантлив, занимаешься спортом, фигурным катанием, поешь, танцуешь, рисуешь, то ты уже можешь стать нашим гостем в нашей телевизионной рубрике «Кид Старс». Для этого заполняй свою заявку по почте или позвони нашему продюсеру. И я жду тебя у нас в студии. Какие планы у вас на новогодние каникулы? Надеюсь работать. Кстати, я очень сильно люблю работать в новогодних праздниках, но я надеюсь, что наша прекрасная обстановка в стране даст нам этот шанс. Мы записали прекрасную песню на иностранном языке. Называется «Saturday Night», субботний вечер, субботняя ночь. И как раз я надеюсь, что мы ее выпустим уже в эту зиму. И, конечно, в Новый год хочется поработать и отдохнуть, но вот еще надо готовиться ко всем экзаменам, поэтому комбо. Конечно же, когда работается, будем работать. А когда мы понимаем, что нужно отдохнуть, мы обязательно будем отдыхать. Я планирую отдыхать. Отдыхать, спать, много есть, пить шампанское прям с утра. И вот спать, когда захочу. Знаете, вот днем пошел такой, о, спать хочу, лег, поспал. Почему зритель должен посмотреть ваш фильм? Вы знаете, в этом фильме есть очень интересная идея про потерянные мечты. Мы все в жизни, в молодости о чем-то мечтали, строили большие планы, у всех были амбиции. И этот фильм как раз позволяет немножко глянуться назад, вернуться к своим истокам, подумать о том, что никогда не поздно сделать шаг к своей мечте. Потому что этот фильм напоминает о том, что надо не забывать про мечты, мечтать смелее о том, что вы хотите действительно, и не забывать про то, что жить это весело. Жить это круто. Как бы вы описали свою героиню в фильме? Поведение, характер, темперамент? Ну, вообще она похожа на меня, мне кажется. Она веселая, обезбашенная, авантюристка, готовая на приключения, быстро принимающая решения, добрая на самом деле. И очень веселая, как я. Замолчи, ты не то говоришь, мы с тобой договаривались. Давай миримся, мы с тобой росли в Алабаме вместе, помнишь? Что бы вы пожелали нашим телезрителям в наступающем 2022 году? Ребятушки, чтобы работы было прям куча-куча, и еще целые тележки. Когда работа в кайф, она всегда самая-самая желанная и самая кайфовая. Дорогие телезрители, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы вы не лопнули от Оливье и Рафаэлок. А хотя лопайтесь, чего уж там, потом недели выходных. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. И я желаю каждый год одно и то же, пускай ваш следующий год будет лучше предыдущего. Улыбаться, потому что радость и улыбка всегда приносят ответную зеркальную улыбку. А когда много улыбок, то значит все будет хорошо. Всего самого наилучшего, успеха в ваших начинаниях. Обязательно Новый год, новая жизнь, чистого листа и, конечно же, исполнение всех ваших желаний. Ну что, друзья, все в кино. А с вами был я, Джорджи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова